Ну что, ребят, всех приветствую на своем канале в новом видео, и наконец-таки это случилось, я этому очень рад, я месяц, наверное, не мог забрать свой новый трейлер, прошу любить и жаловать мой новый старый трейлер. Ура, товарищи, наконец-таки я его получил, все номера, все регистрации, все документы на него у меня есть, тайтл должен прийти по посте в ближайшее время, и да, это рифер, ребят. Как-то так, стоимость сие благополучия 20 тысяч долларов США, я заплатил их кэшем, как всегда, Артур не любит кредиты, всячески пытается их избежать, но не в этом суть, суть в том, что я могу получить кредит, но для меня он будет стоить слишком дорого, потому что у меня нету грин-карты, а банки, когда видят, что нету грин-карты, дают какие-то космические проценты, я с этим не согласен. Будем брать кредиты, когда будут приемлемые ставки по 17-20% годовых, брать трейлер или трак, я не дурак, чтобы подписываться на эту фигню. Короче, ребят, это трейлер Вабаш, это трейлер не самый худший, это один из самых лучших трейлеров, хуже него, скажем, Ютилити и Хендай. Ну и лучше, соответственно, Грид Дейн и Стоктон, вот, ну у меня средний трейлер, короче, Вабаш и керриер у меня установка, она довольно-таки старая, на ней 18 тысяч моточасов, это такая не самая сильная установка, 2,5 тысячи, не знаю чего, но, короче, в принципе, она температуру ту же самую может делать, как и мощные, но ей для этого нужно немножко больше времени, но зато у нее немного меньше расход, поэтому единственный косяк это в том, что мне нужно будет ее включить заранее, не в момент, когда я уже приехал за грузом, ну, скажем, за часик, чтобы она поработала, и тогда она нагнетет ту температуру, которая необходима. Бак у меня здесь висит, на сколько он у нас с вами галлонов, 50 галлонов, на 50 галлонов полный бак, я его до сих пор, кстати, не заправлял, там был полный, не знаю, нужно ли дозаправить, но я думаю, что поедем так. В общем, 50 галлонов бак, все, видите, снизу ржавенькое, ну, потому что трейлер 13-го года, ребят, 13-й год, то есть это трейлер, ровесник моего трака, мой трак 12-го года, в принципе, я нашел в сапогу пару, да. Колесики у нас здесь стоят, значит, в круг 8 штук, все одинаковые, все Гудьер, не знаю, хорошо это или плохо, я к Гудьеру отношусь скептически, но на трейлере мне сказали, что не обязательно ставить Мишлен, можно ставить что угодно, но колеса вроде в хорошем состоянии, процентов 80 на них протекторы еще есть, поэтому я думаю, они еще поездят, главное будет, когда закончим этот трип, сделать развал схождения, проверить там тормоза, туда-сюда, все воздушные шланги. В общем, также здесь на всех колесах установлена автоподкачка, это было критическим, как бы, критерием, когда я искал трейлер, потому что без автоподкачки никогда не берите трейлер. Оно вам не надо, вот эти 8 колес каждый раз ковырять, каждый раз искать какие-то сдутые колеса, тем более, что если одно колесо начнет подздувать в дороге, вы этого просто не заметите, оно у вас хлопнет. С автоподкачкой загорится лампочка на носу трейлера, вы увидите это в зеркало и сразу будете понимать, что что-то пошло не так, поэтому всегда берите автоподкачку. Вот смотрите, у меня сейчас какая ситуация, у меня на передних 6 колесах стоит датчик давления, и я вижу это прямо из кабины, сколько у меня давления, а на задних 8 колесах у меня есть автоподкачка, и мне тоже не надо нервничать насчет этого, поэтому я со всех сторон обезопасен. Также мы будем с вами апгрейдить этот трейлер, я хочу поставить на него весы, чтобы никогда не взвешиваться на скейлах за 13 долларов за раз, да, мы поставим сюда датчик давления на подушки на трейлер, и датчик давления на подушки на трак, и будем все видеть прямо из кабины. Это первое, что я хочу сделать, и второе, что я хочу сделать, это поставить специальный такой термометр внутрь трейлера, и тоже вывести его внутрь кабины, чтобы я видел прямо в кабине, сколько у меня градусов внутри. В общем, трейлер по состоянию, конечно же, он, конечно же, он тут там царапанный, битый, мятый, как вы понимаете, новый такой стоит 80 тысяч долларов, я взял за 20, это четверть цены, которую он скинул за 8 лет, я купил за четверть, то есть каждые там 3 года он скидывал по 25%, это, ну, круто, это, ну, это дешево, в общем, в общем, вот там скажу. Что тут было сделано на нем? На нем, я не знаю, что на нем было сделано, но тут, тут там прослеживаются новые, короче, детали, вот видите, этот чембер, или как это называется, по-моему, чембер, он новый, этот старый, да, непонятно, почему не поменяли два, но, видимо, тот не работал просто, да, когда-то я поменяю этот, и будет у меня два новых, ну, наверное, в ближайшее время я его поменяю. Такие вот дела тут. Все это работает, я все проверял, пины заходят великолепно. Вовнутрь, кстати, вот эту систему воздушную, именно воздушную систему по слайдам задних колес, ее поставили новую, ну, и все, наверное, есть. Для запасного колеса есть специальный отсек, который нужно будет потом чем-то забить. Ну, и, соответственно, вот так он выглядит сзади, блестящий, красивый, выглядит как новый, но на самом деле он не новый, это все переварено, переделано. Смотрите, новые болты, новый задний антиподкатный бампер. Не знаю, почему это все новое, что с ним было, мне все равно. Работает шикарно, пойдемте в ту сторону посмотрим. Вот этот механизм, обычно, когда старые трейлера, вот этот механизм, чтобы опустить ноги, он ржавчиной, очень трудно проворачивается, но на этом трейлере просто я одним пальцем кручу, в принципе, никаких проблем нет. То же самое касается задней тележки, она двигается просто очень просто, то есть даже не надо каких-то особых усилий прилагать, все легко и просто работает. Единственное, что мне не нравится на вабушах, это то, что две ручки, вот это мне не нравится, потому что это лишняя работа, которую я не понимаю, зачем нужно делать. На всех трейлерах одна ручка, здесь две. Ну да ладно, открываем. Так, пойдемте залезем вовнутрь, сейчас я дверь зафиксирую. Лезем вовнутрь, и что мы тут видим? Стены в нормальном состоянии, ничего нигде не рвано. Этот кожух, наверху, с которого дует холодный или горячий воздух, как настроить рифер, он тоже в более-менее хорошем состоянии. Обычно, знаете, бывает там на пятый год уже все вот это обваливается, провисло, тут все рвано. Ну вот, единственное, что вот здесь, ну я думаю, это не критично, чем-нибудь заклеим, и все будет работать. Полы тоже, в одном месте я видел сварку вот здесь, опять, не знаю, с чем это связано, но в одном месте сварка есть. А так, в основном, для этого года, поверьте, я видал разные риферы, достаточно долгое время работал на рифере. В принципе, для этого года он выглядит, как минимум выглядит нормально. Посмотрим, как он будет проявлять себя в работе, я надеюсь, что все будет хорошо. Но, как вы знаете, я приложу максимальное усилие, чтобы ничего не случилось, потому что я очень ответственный человек. Я не люблю, когда по моей вине, особенно по моей вине, страдают другие люди, их репутация или репутация их компаний. Я к этому отношусь очень чиппетильно, я лучше пострадаю сам, чем я подставлю кого-то, да. Поэтому будем вкладывать деньги, я надеюсь, что не нужно будет вкладывать огромные деньги. Наверняка какие-то вложения будут. Номер этому трейлеру я давать самостоятельно не буду, потому что у меня есть такое понимание, что вот это его номер, 113-44. Я второй хозяин, то есть этот трейлер был в руках одной компании 8 лет. И я второй хозяин. То есть этот номер, который ему дали при рождении, 113-44, в принципе, я могу его переименовать. У меня есть полное право, потому что я сделал новую регистрацию, я могу назвать его любым другим именем. Но я просто знаю, что нельзя менять имя, данное при рождении, поэтому оно будет таким. Я просто оставлю на нем такой номер и сам поклею такие же цифры на трейлер и поставлю в регистрацию именно такие цифры. Потому что я не менял цифры на своем траке, мы дали эти цифры при рождении и пусть и трейлер будет такой, какой он был всегда. А то мало ли что, обидится он на меня и начнет ломаться. А я не хочу, чтобы он ломался. Пусть он чувствует себя так, как чувствовал всегда. Ладно, ребят, вылазим. Вчера я повесил на него уже номера, номера штата Мэйн, потому что в штате Мэйн можно делать регистрацию онлайн. Пользуйтесь, ребят, но я делал не сам, я сделал опять через своих девочек. Они за это взяли 250 долларов и регистрация пришла в течение трех дней по почте, поэтому очень удобно. Регистрация далась на 5 лет. В течение 5 лет я могу вообще ни о чем не париться и ездить на этом трейлере. Но я думаю, что 5 лет мне достаточно будет, чтобы на этом трейлере покататься и другую регистрацию делать не нужно будет. Закрываем. Опять же очень просто, все закрывается, открывается. Все лампочки работают, это было проверено. Тормоза отличные работают, потому что я разогнался, короче, и дернул за парашют. Трак остановился в мгновение, поэтому тут в принципе никаких вопросов быть не может. Давайте включим юнит. Вот это, кстати, лампочка, которая говорит о том, что у вас есть утечка воздуха в колесах. Если она горит, значит вам нужно проверить, где у вас свистит воздух и ехать на шиномонтаж. Вот эта лампочка, это, собственно, индикатор, работает или не работает холодильник и в каком режиме он работает. Все очень просто. Я работал на этой фирме, на Керриер, я работал чуть больше 7 месяцев. Я знаю, как ее использовать, все о ней понимаю. Для меня бы было в новинку работать с термокингом, а вот с Керриером как раз таки я умею. Все, мы его включили, он сейчас прогрузится, включится и заведется. Мы поставим какую-нибудь там не слишком холодную температуру и посмотрим, за сколько она его добьется. Вот вы видите 18 655 часов на компьютере, стоит 34 градуса. Ну вот, пусть как бы стоит 34 градуса. Теперь давайте немножко обсудим тот вопрос, где я нашел этот трейлер и как я его купил. Все вы знаете, что я все время говорю, что невозможно никак у кого-то найти трейлер. Ну как бы можно, но это редкость большая, поэтому в любом случае вам придется искать трейлер на сайтах. А сайты это тракер, тракпейпер, на котором я и нашел свой этот трейлер. И фейсбук, больше сайтов никаких нету по поиску траков и эквипментов для этого. Поэтому пользуйтесь тракпейпером, просто находите то, что вам надо, звоните, это оказывается дилер и вы едете к ним. Этот трейлер я купил в Сиок-Сити Айова на официальном дилере Ютилити. Ну что, он завелся. В течение 30 секунд где-то он заводится. Будем ждать, я засек время. 12 часов ровно. Посмотрим за сколько минут он в два раза скинет температуру. Сейчас температура в трейлере 70 по Фаренгейту. Это где-то 21 градус по Цельсию. А нам нужно добиться 34 по Фаренгейту. Это 0 по Цельсию. И вот мы посмотрим за сколько он скидывает с 20 градусов до 0 эту температуру. Покупка прошла очень просто. Вы приезжаете к дилеру, смотрите трейлер и платите. Если вы кэшем, то вы можете забрать этот трейлер в тот же день. Ну, соответственно, я платил не кэшем, а чеком. Чек, я выписал чек. Но чек они просят не от руки написанный, а банковский. То есть я должен был пойти в Банков Америка, в свой банк, пойти на кассу и сказать, дайте мне, пожалуйста, вот на имя вот этого дилера 20 тысяч долларов с моего аккаунта. Вот, кстати, здесь даже рекламка осталась этого ютилити официального дилера, где я купил. Вот город Сио в Сити, Айола, здесь я и купил. А у них еще есть в этих четырех городах филиалы. Там, ну, вы поняли, короче, это большая структура. Я принес им чек из банка и понял, что сделал ошибку, потому что нужно было сделать регистрацию. Ребят, не делайте ошибку. Если вы берете трейлер в одном штате и гоните его к себе в штат, то вам не дадут регистрацию. Никакой временной регистрации вам не дадут. Вам дадут транзитные номера, в которых будет написано, что это нелегально грузить этот трейлер. Поэтому я оставил свой трейлер там, на дилере, и просто поехал работать. Опять поехал без трейлера работать, а в этот момент я онлайн просто по телефону с этими девочками делал регистрацию. И они ее сделали на адрес дилера. То есть они ее зарегистрировали на мою компанию, но документы на этот трейлер отправили к дилеру. И потом мне дилер позвонил и сказал, «Хей, твои документы и номера пришли, приезжай и забирай». И вот я приехал, забрал номера, регистрацию, трейлер. У меня осталось всего лишь две недели рабочих, потому что потом мы улетаем с женой в Майами. И теперь за эти две недели мне нужно как-то зарабатывать по максимуму, потому что те три недели, что я уже отработал, я практически ничего не заработал, ребят. Так, ну что, ребят, сейчас время ровно 10 минут прошло, температура уже упала около, ну, сейчас 52 написано, то есть где-то на 18 градусов температура упала за 10 минут. Ждем дальше. Кстати, я поймался на мысли, что вот этот мой рифер, он из-за того, что он не самый мощный, он и по звуку намного тише. Вот, реально. Может быть, вам сейчас в камере очень громко. Вот, вот сейчас он начал шуметь. А до этого он работал как будто на холостых. Я не понимаю, что это такое, но вот так шумят все риферы. А мой будет шуметь в обычном, как бы, не в супер охлаждающем режиме, а в обычном поддержании рабочем режиме. Он будет шуметь раза в 2-3 тише, чем остальные. Сейчас он завелся в нашу запушку. Давайте пока он там шумит, греется, холодит, мы с вами посмотрим, что у нас получилось. На сегодняшний момент, 11 июня, я выехал в рейс 26 мая. То есть, я в рейсе где-то 15 дней, да, получается. В общем, за первые 2 недели, за первые 2 недели, вот, с 26 по 6, это, ну, почти 2, это там 11 дней, да, я просто в одну неделю поставил 2 недели, потому что первую неделю я практически всю простоял. Вот, и, ну, короче, вот так получилось, что у меня 2 недели в одной. Так, ребят, 12.21, ровно 20 минут прошло. Температура 34 градуса. Я думаю, что это не критично, да, но 20 минут ему надо было, чтобы скинуть до нуля с 20 градусов. Это, по мне, так нормально абсолютно. Давайте скинем до минус 10, минус 10, это очень частая температура на грузах. И засекем, сколько же ему понадобится времени, чтобы опустить температуру до минус 10. Так, ну что, ребят, на чем мы тут остановились. Короче, у меня было там около 7 грузов, да, вместе с лодоут-трейлером, за который нам платили 400 долларов. Но там столько было проблем в те 2 недели, поэтому, ну, вот ужас просто. Там и лайоверы были, и 2 инспекции у меня было, за которые мне заплатили 300 долларов, ну, по 150 за каждую чистую инспекцию. И трейлер я зарегистрировал за 435. Ну, там что-то это государственная фи, а что-то это вот этим девочкам заработал. За толы 80, за скейлы 1250, за мойку 40. И заправился я на 2881. Скидка составила 449. В общем, ребят, гроз был 15500. Это достаточно много. Расходы составили, ну вот, сколько, ну, тысяч 5, да. Чистыми осталось 10390. Но, напоминаю, это за 2 недели. Так что здесь никакой феерии нету. Ну, в принципе, и в свои 5000 в неделю я укладываюсь. У меня же, помните, да, минимум, что я должен себе оставлять, это 5000 долларов в неделю. Так, расходы на компанию 1500 за диспетч, 250 за страховку и 60 за локбук. А проехали мы с вами 5700 миль. Из них груженных было 5400. В общем, ребят, грязная миля составила 287, чистая, 1.82. Это все хорошо. Знаете, что удивительно? Что мои подписчики, с которыми я общаюсь, они говорят, что это были худшие недели вообще в их работе. Те, кто на драйвенах и на пауэронах, кто там на амазонах пытается работать, они зарабатывали и то, намного хуже, чем это. То есть, ребята зарабатывали реально грязными по 4-5 тысяч долларов в неделю. А у меня получилось заработать 15500. То есть, ну, может быть, повезло. Я не знаю. Может быть, из-за того, что я лодал трейлер, взял и вот этот груз за 8500 из Калифорнии. Помните, мы с вами везли. Может быть, и это. Может быть, что угодно. Но суть в том, что сначала я расстраивался, да, что у меня получается мало. А потом я понял, что это еще хорошо. У ребят бывает и хуже. Поэтому, собственно говоря, я больше не настраиваюсь. Тем более, я сейчас взял рифер. И на рифере совершенно другие цены. И я буду вам про это обязательно рассказывать. А сейчас мы просто ждем, пока температура на рифере опустится до минус 10. Поезд. Послушайте. Вы слышите, насколько это незначительный звук? Сейчас мой трак заглушен. Но рифер работает на полную катушку. Вот так на высоких оборотах. И громче, чем сейчас, не будет. Я не знаю, почему люди настолько боятся вот этого вот абсолютно несильного звука. То есть, его практически не слышно. Он как будто фоновый, знаете, просто шум. Это не какой-то резкий, острый, там, звонкий звук. Спать под него, мне кажется, будет даже проще, чем без него. То есть, это все в наших головах. Люди, которые боятся риферов, потому что он гудит. Ну, я не знаю, что не так. Это часть работы. И хочешь зарабатывать больше, как бы послушаешь звук. Но я абсолютно не гоню насчет этого. Потому что мне это вообще не мешает. Ну и, ребят, последняя мысль, о которой я хотел с вами поговорить. Есть заключение, да. Почему я взял рифер, и почему я взял его сейчас, и почему я взял его не в кредит. Ну, потому что, как мы все с вами знаем, к зиме нужно готовиться с лета. Так вот, да, сейчас непонятно, на чем лучше ездить. Многие до сих пор покупают драйвены. Но у меня не было мысли купить драйвен никогда. Почему? Потому что из-за коронавируса ситуация с драйвенами вышла из-под контроля. Их просто нет. Все драйвены скуплены, перекуплены. Они стоят очень дорого, потому что цены на грузы, на драйвены, они были дороже, чем на всех остальных типах трейлеров. А это, как вы понимаете, аномалия. Такого быть не должно. И это закончится. Так вот, сейчас мы находимся в той стадии, когда в Америке близится кризис. Не только в траковых перевозках, а вообще полномасштабный. Ну, то есть, это лично мое мнение, вы можете с этим спорить и не соглашаться. Но я предвкушаю где-то в августе начало чего-то грандиозного и чего-то не очень хорошего. Поэтому к вот этому вот нехорошему я подготовлен. Трак у меня мой, выплаченный, починенный, колеса новые, все сделано. То есть, он будет ехать и беды не знать. Трейлер я купил без кредита. Да, я в него сейчас вложу пару тысяч. Поменяю, может быть, ремни, фреон проверю, и там аккумуляторы, тормоза настрою и все. И тогда, когда все рухнет, люди перестанут покупать все, что угодно, но кроме еды, люди не перестанут есть никогда. И да, я мог бы взять это в кредит, дорогое, но новое, но зачем оно мне надо? Потому что на хорошем рынке я буду зарабатывать больше, чем те, кто в кредите. А на плохом я буду хоть что-то зарабатывать, тогда, когда все, кто в кредите, будут работать в минус. Поэтому ситуация такая, но я понимаю, что можно с этим спорить долго. Если большая компания берет в кредит, я согласен. Но когда вы один, и вы работаете сами на себя, нет смысла лезть в кабалу. И даже если все упадет до того, чтобы мне пришлось работать в минус, то я тупо пойду домой. А так вообще я полностью готов к предстоящей катастрофе. И она будет обязательно, ребят. Те, кто берет траки сейчас в кредиты, кто берет трейлера сейчас в кредиты, подумайте сто раз. То есть на моем канале вы видите призывы покупать траки уже давно. Я это всегда говорю делать не в кредит. Я, ну то есть никогда вы от меня не услышите, чтобы я говорил что-то брать в кредит. Потому что кредит ворует из вашего будущего. То есть сегодня у вас денег нет, вы заладите к себе в карман, к завтрашнему себе. То есть, ну это тоже может быть плюсом, если вы все просчитали и вам повезло. А вот если вам не повезло и вы что-то упустили, да, например, снижение цен на грузы, то это может сделать вас беднее завтра, чем вы есть сегодня. Поэтому нужно думать обо всех, как бы, возможных последствиях. Ну вот я иду такой дорогой, такая вот у меня дорога. И вы ее видите. Посмотрим, что будет. Я надеюсь, как бы критического, не будет критического снижения вообще уровня жизни в Америке. Но, к сожалению, вот все, что я вижу вокруг, оно порождает эту мысль, что ничего хорошего у нас в ближайшие годы не ждет. Года до 24-го, наверное, будет разгребание дерьма, которое мы напечатали за предыдущие года полтора. Поэтому посмотрим, посмотрим. Никто не знает, никакие экономисты не могут ничего предсказать. То есть все говорят, что все будет хорошо, инфляция будет 2%, хотя она уже сейчас больше 5, на мой взгляд, лично мой взгляд. И связана она не только с тем, что деньги печатали, связана она с логистическими проблемами, связана с многим, чем отсутствие рабочих рук на предприятиях, задержки поставок всяких разных оборудований и всяких материалов для производства. Это все накладывается на окончательную стоимость товара. И реально то, что я покупал на Амазоне, скажем, полгода назад, оно подорожало чуть ли не в 2 раза к тому, что... Ну ладно, не в 2, но процентов на 20, хорошо можно сказать, что она подорожала, вот если я сейчас буду это то же самое покупать. То же самое на Алиэкспрессе, посмотрите. Посмотрите, в Волмарте пока держатся цены, я не знаю, но там, скорее всего, у них контракты долгие, как бы. Когда вы работаете с кем-то по контракту, понятное дело, что контракт должен быть исполнен по старой цене. Но я думаю, что когда закончатся контракты, и Волмар цены поднимет, и мы тогда все увидим подъем цен. Пока вижу только я, наверное, но я не знаю. Ну, хотя мои знакомые тоже говорят, что цены растут. Посмотрим, к чему все это нас приведет. Насчет работы, ребят, когда я пришел в нашу компанию, в Навара, у нас было всего 7 траков. Не у нас, а у босса этой компании. Я был 8-й. Сейчас цифра приближается к 15-ти. Мои подписчики уже потихонечку переходят в нашу компанию. Я вам показал свой Гросс за 2 недели. Да, он небольшой, но он больше, чем у ребят, которые работают где-то в других местах. Если вам нужна работа овнор-оператором, у нас нету лизинговых программ, у нас нету аренды трейлера, у нас нельзя работать, там, лучше не работать бобтейлом, да, потому что сейчас без трейлера очень плохая ситуация. Грузов нет, Амазон умер, GB Hunt умер, который давал мне выживать вот прошлый трип. Если вы сейчас, это, знаете, как игра, когда ставят два стула и три человека под музыку вокруг этих двух стульев бегают, и когда музыка выключается, ну, один остается без стула. Вот, смотрите, сейчас такая ситуация, что у вас остался, наверное, месяц, чтобы найти себе стул, потому что в ближайшее время ничего хорошего не ждет ребят, которые работают на бобтейлах. Ищите себе трейлера, желательно покупайте за кэш, потому что не факт, что можно будет потянуть в будущем кредит, или тем более аренду, аренда очень дорогая, поэтому думайте, думайте заранее и готовьтесь к зиме с лета, как это делаю я. Ну, а если вам нужна работа овнор-оператором, у нас нету компани-драйверов, у нас нету лизинга, у нас нету аренды трейлеров, у нас чисто драйвены, рефера, приходите со своими трейлерами и работайте, зарабатывайте хорошие деньги, номер в углу экрана, как всегда. Все, всех обнял, ребят, это было чисто информационное видео, я показал вам свой новый старый трейлер, я надеюсь, вы за меня рады, потому что я счастлив очень, посмотрим, как оно будет себя показывать в работе, но пока что все хорошо, трейлер уже опустился до нуля градусов, пока не до минус 10, я вам потом оглашу время, за которое он опустился все-таки до минус 10. Ну, надо еще сказать, что сейчас на улице около 27 градусов и начинает выходить солнышко, оно нагревает трейлер, но я думаю, что я не буду брать грузы минус 10, потому что это минус 23 по Цельсию, кому, какому идиоту в голову пришла идея, что надо что-то ввозить в минус 23 по Цельсию, ну это же супер холодно, зачем так надо? В общем, ладно, всех обнял, ребят, всем спасибо за просмотр, поставьте лайк, пожалуйста, потому что из-за того, что меня долго не было, Ютуб перестал показывать мои ролики вам, моим подписчикам, тупо даже если вы на меня подписаны, вы не видите мой ролик, поставьте колокольчик, чтобы обмануть Ютуб и его алгоритмы, и увидимся с вами в следующей серии, ребят, всех обнял. Субтитры сделал DimaTorzok